Здравствуйте! В эфире программа «Культурный разговор» и я, ее ведущий, Александр Лычагин. Интриги, скандалы, расследования сегодня оставим в стороне и поговорим культурно. В Карельской столице прошел фестиваль немецкого кино. При поддержке немецкого культурного центра имени Гёте в Санкт-Петербурге и немецкого культурного центра Петрозаводска горожане познакомились с последними достижениями немецкого кинематографа. Фестиваль открыла картина режиссера Сони Хайс «Хеди Шнайдер застряла». История о клинической депрессии, которая настигает главную героиню. В сущности, подобный казус может произойти с любым человеком, несмотря на внешнее благополучие. Жанр картины – автобиографическая трагикомедия. Это когда смех сквозь слезы. Или наоборот. Никакого блеска столичных достопримечательностей, никаких шикарных интерьеров и идеальных героев. Обычные люди в знакомой каждому обстановке. Главная особенность современного немецкого кинематографа. В программу фестиваля вошли фильмы участники крупнейших мировых киносмотров. Три из них – «Хеди Шнайдер застряла», «Время каннибалов», а также «Рика, Оскар и тени темнее темного» были отмечены премией «Лола» – немецким аналогом «Оскара». У нас в гостях известный петербургский кинокритик, консультант фестиваля немецкого кино в Петербурге Ксения Реутова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас у нас завершился фестиваль немецкого кино в Петрозаводске, и зрители увидели шесть кинокартин, которые по замыслу организаторов представляют собой вот такой срез, или, может быть, квинтэссенцию современного немецкого кино. Что вы могли бы сказать об этих фильмах, и какой из них, на ваш взгляд, заслуживает особого внимания? Ну, программа называется «Немецкое кино – фестиваль зрительских симпатий». Соответственно, это не случайные фильмы, они были специально отобраны для этой программы, и задача была, да, показать панораму современного кинематографа в Германии. Каждый из этих фильмов отражает какое-то направление, какую-то тенденцию, существующую в современном немецком кино. И об этом же были мои лекции, об этом же я рассказывала перед каждым показом. А современное немецкое кино, в чем его особенность? Чем немецкое кино отличается, скажем, от французского или того же русского? Есть ли у него какая-то специфика стилистическая, жанровая, проблематика какая-то своя особая? У него есть, есть основные темы, вокруг которых, как бы я сказала, вращается современное немецкое кино. Это не значит, что абсолютно все фильмы этому посвящены, но вот эти темы просто они как выпирают, даже не знаю, как лучше сформулировать. Во-первых, это тема прошлого Германии в 20 веке, потому что то, что происходило в 20 веке с Германией, касалось всего мира. Первая мировая война, Вторая мировая война, Холокост, Берлинская стена, ее падение, как символ, один из символов окончания Холодной войны. И немцы научились очень хорошо свое прошлое монетизировать, в том числе и в кино. Они научились снимать об этом очень большие, красивые, пафосные даже в какой-то степени фильмы. Во-вторых, есть тема столкновения культур, которая появилась в то же время, когда в Германию, в Западную Германию приехали первые эмигранты. И сейчас эта тема как никогда актуальна, потому что в Германию прибыли беженцы. Потом есть тема семьи и всего, что касается изменения современной семьи, потому что семья в Европе, она меняется. И немецкие режиссеры очень пристально всматриваются в процесс этих изменений. Вот я бы сказала, что это основные особенности. Кроме того, есть некоторые особенности жанра, потому что самый популярный и самый кассовый жанр в Германии – это комедия. А самый удачный, который очень хорошо идет на экспорт, который понятен абсолютно любой аудитории, который хорошо ездит по фестивалям, и представители которого есть как раз в нашей программе – это драгикомедия. Потому что смех сквозь слезы, мягкая ирония – это то, что очень хорошо удается немцам. А если говорить об авторском каком-то кино, у них в авторском кино какие жанры самые востребованные? Вот трагикомедия – это как раз самые востребованные. Ну, комедия в меньшей степени, потому что комедия – это, понятно, массовый жанр. И очень часто за образец берутся фильмы из Голливуда. А вот трагикомедия – это что-то очень такое глубокое и национальное. И да, в авторском кино ее много. Сейчас фильм, который, скорее всего, будет претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» – это Тони Эрдман, Мары Наде. Это абсолютное авторское кино. Это, конечно же, трагикомедия, потому что, как я уже сказала, это коронный жанр. И очень большие шансы, что он этот «Оскар» возьмет. Я, конечно, не могу утверждать на 100%. Я не член Американской киноакадемии, но шансы очень велики. Это замечательный фильм. А вот из тех фильмов, что были представлены у нас в кинотеатре «Премьер», для вас какой-то фильм стал каким-то открытием? Ну, я участвовала в их отборе. Я эти фильмы смотрела давно. Многие я еще посмотрела на мировых кинофестивалях, например, на Берлинале или в Венеции. То есть я эти фильмы знаю давно. У меня, конечно, с ними сложились какие-то отношения. Да, у меня есть два любимых фильма в этой программе. Один называется «Хидди Шнайдер застряла». Это тоже трагикомедия. Это трагикомедия о клинической депрессии. Не о том состоянии, когда у вас просто плохое настроение, а о том, когда это медицинский случай, когда человек не может встать с кровати, когда у него это все еще сопровождается паническими атаками. И только немцы могли снять про это трагикомедию. А второй фильм называется «Царство птиц». Это очень маленький студенческий фильм, снятый на деньги, полученные от наследства, доставшегося режиссеру от дяди, скончавшегося. И это такой фильм, это романтическая притча о природе вдохновения. Действие ее происходит в конце 20-х и в начале 30-х годов в немецком лесу. А трагикомедия, она в российском кинематографе у нас как-то представлена? Это представлено или наши режиссеры как-то не берут такой жанр? Ну, у нас, да. Во-первых, жанр самый очень сложный, потому что очень сложно, нужно соблюдать вот этот баланс между иронией и драматическими элементами. Нет, я вот, честно, правда, мне даже не приходит в голову. У нас есть либо чисто комедия, либо уже драма. Причем драма такая вот серьезная. И нет, вот трагикомедии я даже не могу назвать таких в российском кино. По крайней мере, в последние годы вот так сходу мне ничего не приходило. Может быть, зритель у нас тоже не привык к трагикомедии как жанру? Нет, я думаю, что это какая-то особенность кинематографа. Это не обязательно зритель. Вот прекрасно зритель смотрит немецкие трагикомедии. Соответственно, жанр ему близок и понятен. Нет, это именно особенность кинематографии. А вообще немецкий зритель и российский, они чем-то отличаются? Вот есть такая поговорка, что русскому хорошо, потом и так далее. Вот если говорить о кинематографе, она актуальна, эта поговорка? Мне кажется, что если фильм хороший, то чаще всего не важно, какой национальность у него зритель. Есть некоторые особенности, конечно, если это, например, немецкая комедия, то немецкий зритель смеется громче, потому что там есть какие-то шутки, которые понятны только ему, потому что это местный контекст, а российский зритель может их просто не считать. Вот, например, в программе есть фильм «Время каннибалов», и это такая чёрная комедия про… Там, это не фильм ужасов, все сразу по названию думают, что это фильм ужасов. Нет, это фильм о капитализме и каннибала, это в метафорическом смысле, это бизнесмены, это консультанты, которые ездят по странам и, в общем, обирают местное население. И немцы просто лежат на этом фильме. Российские зрители показывали эту картину уже в Мурманске, в Архангельске, в Петербурге, в Петрозаводске, они куда более серьёзно всё происходящее на экране воспринимают. Многие шутки просто не считываются. Но в целом фильм идёт хорошо, то есть не сказать, что он совсем какой-то непонятный для зрителя. Если говорить о российском кино, Ну, вот прошлый год у нас был официально назван, назначен, так скажем, годом кино. На ваш взгляд, это какие-то плоды принесло? Какие-то были успехи у нашего кинематографа в прошлом году? И какие-то фильмы, может быть, достойные критики? Я была на Кинотавре в прошлом году. И по идее, Кинотавр – это фестиваль замечательной команды отборщиков, которая действительно берёт всё самое лучшее. И это была самая слабая программа Кинотавра, которую я когда-либо видела. А я там была какое-то количество раз. Не так много, но была. И меня, честно говоря, это очень расстроило, потому что мне казалось, что в год кино – да. Но просто, видимо, не из чего было выбирать. Хотя те фильмы, которые в итоге поделили между собой наградой, это фильмы, за которые не стыдно. Это был фильм «Замечательный, хороший мальчик». Я не знаю, доехал ли он до Петрозаводска, но это прекрасное кино, очень душевное. Я думаю, не доехал. Вот очень жаль, я очень всем советую посмотреть. Был фильм «Коллектор», в котором снимался один Константин Хабенский, и больше там нет никаких других артёров. «Коллектор» дошёл, да. И это потрясающий просто актёрский мастер-класс. Затем был фильм «Зоология» Ивана Твердовского, который тоже потом вышел в прокат. Опять же, я вот не знаю, доехал он до Петрозаводска или нет. Это потрясающая история, такая в кавкианском духе о женщине, у которой вырастает хвост. И какой же ещё фильм? Ну вот эти три точно очень запомнятся. А, ну и, конечно, фильм «Ученик» Кирилла Серебренникова. Фильм, который до этого был показан на Каннском фестивале. Фильм очень острый, фильм очень спорный. О нём очень много говорили, но, по крайней мере, его очень интересно обсуждать. Но, с другой стороны, четыре фильма — это не так уж и мало. Ой, кажется, дома кому-то та-та-та будет. Вы от мира сего, а я не от сего мира. Ну, естественно, он мальчик растерян, мальчик испуган. У меня был нормальный трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мамочка. Давайте сейчас все успокоимся. Бесы в тебе сидят, Леня. Я просто должна его понять, вот и всё. Она с самого начала была против меня и моего христианства. Он просто опровоцирует. Вы совершенно не знаете, что это за человек. Потому я объявляю войну безнравственности. Ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Ты достала меня уже! А ты подставь другую щёку. Я ей по ней ударю. Живки не спугай! Он вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришёл я принести, но меч! Ксения, вот у нас давно уже существует такая проблема в нашем отечественном кинематографе, что авторское кино не часто попадает на большой экран. И где-то существует на фестивалях, на каких-то кинематографических именно тусовках. Как можно сделать так, чтобы всё-таки люди увидели это кино? Здесь нужна господдержка или какие-то другие инструменты? Ну, во-первых, важно воспитание аудитории, потому что аудитория должна быть готова воспринимать авторское кино. Очень часто она не готова. Как формируется это? Ну, например, во Франции кинематограф преподают в школе. И, соответственно, когда человек вырастает, это уже очень осознанный зритель. Ему уже недостаточно такого голливудского попкорн-кина. Он хочет чего-то для своего ума. Поэтому очень важно. Мне кажется, что, по крайней мере, та система, которая существует в Европе, я бы сказала, что авторское кино всё равно мало попадает в прокат. Оно мало где. И действительно идёт большим количеством копий. И это нормальная, наверное, ситуация. Но очень важны фестивали. Фестивали сейчас превратились в такой альтернативный прокат. То есть то, что человек не может увидеть в мультиплексе, он смотрит на фестивали. И очень важно, мне кажется, говорить о кино, рассказывать о кино. Вот это то, что пытается делать Петербургский Гёте-институт, в том числе и вот эта программа. То есть перед каждым сеансом я выхожу к зрителям, и я рассказываю о контексте, я рассказываю о том, как было создано это кино, в каких условиях оно было создано, какое оно имеет отношение к истории Германии. И вот так, на самом деле, надо рассказывать про всё. Про кинематограф Франции, про кинематограф Дании, Швеции и так далее. И тогда, если человек этим интересуется, у него формируется совершенно иное восприятие кинематографа. Ему становится мало просто сюжета, просто спецэффектов. Я знаю, что ещё в Европе есть такая ниша кинематографическая, которая находится между интеллектуальным авторским и массовым кино, что-то такое middle-brow, арт такой, мейнстрим. У нас, насколько я понимаю, только ещё зарождается. Вот это то, чего очень не хватает нашим кинематографам, это то, чем силён немецкий кинематограф, то, чем силён французский кинематограф. Да, потому что есть вот этот арт-мейнстрим, такая прослойка между блокбастерами и совсем радикальным авторским кино, аудитория которого всегда элитарна, она всегда очень узкая в любом случае. И это очень важно, потому что это гарантия того, что зритель... При этом вот арт-мейнстрим, у него всегда есть автор, это всегда авторское высказывание, это не продюсерский расчёт, оно не работает по каким-то готовым лекалам, не копирует Голливуд, и при этом оно думает о зрителе, оно хочет зрителю понравиться. И у нас таких фильмов действительно мало, и об этом говорят практически все люди, которые занимаются кино. Вот в Германии его очень много, и это самая сильная сторона немецкого кинематографа, это то, за что лично я его очень люблю, потому что эти фильмы всегда интересно смотреть, и ты на них не засыпаешь. У нас, вот, например, фильм «Хороший мальчик» — это как раз типичный представитель арт-мейнстрима, то есть у этого кино чувствуется автор, и в то же время это стопроцентно зрительское кино. Мой нэм из Коля Смирнов. Мой патер из... Сайентист. Мой мазер из... Бухгалтер. Как дела, Коля? А правда, что ты себе грудь силиконовую сделала? Что, тебе не нравится английский? Ну, уже тебе не нравились. Вы обалденные. А сколько ты её держал? Две секунды. Две секунды. Нереально. Я сейчас не ухну. Ксюш, ты целовалась на уроке. Прямо посреди урока. По тебе вообще какая разница? Ты же сама говорила, что он урок. Ну, с кем я? С Дениславом Ильичом? Сегодня ночью мы не спим. Зачем? Вот зачем мы спим ночью? Потому что это ночь, папа. Правильно, ночь земная. Но существует и космическая. Товарищ Семенов, втюрился и учил. Смирнов, ты обалдел? Здрасте. Я могу вообще всё. Десять часов. Ты сегодня уже никуда не пойдёшь. Лапал мою тёлку, да? Да. Трудно тебе придётся в жизнь, сынок. Трудно. Вот таких фильмов, такие фильмы должны выходить каждую неделю в идеале. Этот фильм, мне кажется, он поможет воспитать, ну, воспитывать зрителя. Да, конечно. Чтобы не бросать его от попкорна сразу куда-то. Да, да, потому что нужен мостик, да, нужен мостик между конформизмом и нонконформизмом, между традицией и чем-то, традицией и авангардом, да. А вот для вас, как кинокритика, какие фильмы представляют наибольший интерес из трёх вот этих сегментов? Да мне все три интересны, честно говоря. Я бы не сказала, что есть у меня какая-то специализация. Мне просто интересно любое хорошее кино, как, мне кажется, любому человеку, который кино интересуется. Это неважно. Блокбастер — это не значит, что он бездушный. Есть «Титаник» или есть фильм «Аватар». Это стопроцентные блокбастеры, но их не мог снять никто, кроме Джеймса Кэмерона. И это тоже авторское кино, с другой стороны. На самом деле, эта вся классификация, она, конечно же, условна. Поэтому, когда мы говорим, когда мы произносим слово «арт-хаус», когда мы произносим слово «мейнстрим», когда мы произносим слово «арт-мейнстрим», это всё очень и очень условно. Это, скорее, нужно критикам, когда ты описываешь картину. Но это не обязательно нужно режиссёру. Потому что, да, человек, снявший блокбастер, может быть автором, большим автором. У нас нечасто бывают кинокритики в нашей студии, и я хотел вам задать такой вопрос. Есть ли у кинокритиков какая-то некая профессиональная деформация, когда человек смотрит кино, и вместо того, чтобы получать эстетическое удовольствие, начинает раскладывать по полочкам, препарировать, анализировать и так далее? Есть, есть. Есть, но, ну, да, есть. Это случается, но потому что, когда ты смотришь очень много фильмов, конечно, что-то тебя уже не пробивает совершенно. Но, с другой стороны, я до сих пор плачу в кино, и мне не стыдно в этом совершенно признаться. Если что-то очень трогательное, я, правда, роняю слезу. То есть это не значит, что я совсем учерствела, и вижу только режиссёрскую работу, звук, операторское мастерство. Нет, нет, это не так. Вот у меня есть знакомые филологи, которые, устав от серьёзных каких-то произведений, в качестве отдыха читают что-то такое, ну, не бульварное, а достаточно лёгкое, незамысловатое, там, наподобие Акунина, и этим, тем самым, отдыхают душой. А как кинокритики отдыхают? Ой, ну, я не могу отвечать за всех кинокритиков, это очень сложно. Лично я отдыхаю на сериалах, потому что я не пишу о сериалах, хотя есть люди, которые замечательно пишут о сериалах, но я вот о них не пишу, поэтому здесь я могу совершенно расслабиться и просто получать удовольствие, да. Ксения, если говорить о региональном кинематографе, у нас обычно в России кинематограф, он где-то в столицах существует, а в провинции, ну, снимается фильмов не очень много, вот, например, у нас в Карелии есть своя такая студия, Карелфильм, ну, ребята сняли всего два полных метра за всю историю нашего карельского кино и за всю историю республики. А нашему Геночке очень повезло, его сбил не кто-нибудь, а богатый дяденька, который дал ему деньги на лечение в Германии. Деньги ничего никому не должны, они деньги. Нет ничего сложного, чтобы содержать несколько человек голодом за их же деньги. Если вы вдруг становитесь недвижимым, то ваше внутреннее я продолжает нестись по своим делам. Пока расцветут сады познания, что вы не сделаете больше ни шагу, может пройти достаточно много времени. Спиной мозг не поврежден, чувствительность сохранена. Я полагаю все дело в психологическом аспекте. Ты вполне такой нормальный мужчина. Тренировки, китайцы, шаманы, реабилитационные центры, река денег и слез. У меня совсем не получалось плакать. Мне говорили, что стесняться не надо, слезы омывают душу, что приносит невероятное облегчение. Для мужчины слезы – это благость. А вы что, совсем не ходите? Ну, у них главная такая проблема – это отсутствие какой-либо поддержки, востребованности и интереса к этому, такого широкого. Вот как найти, на ваш взгляд, выход из этого? Вот что им делать? Переключаться как-то на какое-то короткометражное кино или документальное? Здесь, да, региональное кино очень нужно развивать. Это то, что обязательно должно существовать в стране. Не может такая огромная страна, как Россия, делать кино только в Москве и Санкт-Петербурге. Это неправильно. И при том, что когда режиссер выезжает, когда очень талантливый человек, например, выезжает в регионы, случается фильм «Левиафан» и туристический бум в поселке Териберка. Совершенно уникальный случай. Вот в Петербург в свое время тоже не был так представлен в кино. Он был, да, в фильмах Алексея Балабанова замечательно представлен. Но туристический бум у нас тоже случился после того, как вышло какое-то количество романтических комедий, вроде «Прогулки» и «Петер-ФМ». И город вдруг стал… Вокруг него появился какой-то романтический ореол, которого, может быть, раньше не было, потому что Петербург – Петербург Достоевского, достаточно мрачный город. Сейчас этого нет. Сейчас допускаются вот эти открыточки. «Вроде я девочка, я не хочу ничего решать, я хочу в Питер». Это же тоже, это все какой-то образ, это не имеет прямого отношения к настоящему городу. Город у каждого свой. Так вот, региональный кинематограф. Здесь есть, мне кажется, два пути. Первый – это тот, по которому идут многие страны Европы. Это развивать региональные кинокомиссии. В той же Германии, например, очень интересная поддержка кино, потому что после того, как рухнула система, выстроена Геббельсом в Третьем рейхе немцы, это началось в Западной, естественно, Германии, они решили, что не должно быть в кино централизации, не должно быть такого, что все кино финансируется из одной точки, чтобы, например, контроль за кино сосредоточен был в руках Министерства культуры и правительства, потому что это может привести к тому, что снова будет пропаганда. И были созданы региональные, почти в каждой федеральной земле Германии, региональные кинофонды, задача которых как раз и развивать региональный кинематограф, помогать режиссерам. То есть это может идти со стороны государства. Либо это может идти со стороны людей, но тогда это подвижничество. То есть здесь, к сожалению, только такой путь. Но у нас уже в России есть успешный пример. У нас есть в Якутии Сахавуд, их называют. Там местные режиссеры. Это совершенно потрясающий феномен, которым никто почти в России не знает. А между тем там развивается потрясающий кинематограф. И показывают его только на фестивалях. Сейчас его, кстати, заметил Берлинский фестиваль. В программе Берлинского фестиваля, который откроется 9 февраля, там будет три фильма из Якутии. Удивительно. Ну вот у нас последний карельский фильм «Ананас» Владимира Рудака. Он тоже участвовал в Штатах. Кино без барьеров. И взял там даже спецприз. Ну тоже фильм, снятый на энтузиазме. Грубо говоря. Ну вот путь такой. Возможно, в дальнейшем это начнет приносить деньги. То есть в Якутии, например, за счет местной аудитории у этих фильмов есть прокат. То есть местные зрители, они предпочитают местное кино иностранному. Но, конечно, при этом это кино высокого качества. То есть подвижничество. И потом, возможно, это начнет приносить деньги. Ксения, спасибо вам большое за интересную беседу и за киноликбез. Творческих вам успехов и всего доброго. Спасибо. А наш культурный разговор на сегодня окончен. Смотрите больше фильмов хороших и разных. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!